Выводы. После легкой борьбы сатана, дракон и дьявол выиграл обманом, с которым обольстил, притянул на свою сторону треть ангелов. С того момента все творение, созданное Богом, Творцом Вечным, пало под проклятием Бога, под суд закона неба. Адам уже сказал, проклята земля за тебя. Бытие 3.17. Проклят Богом означает отдан уничтожению. Или не знают, или специально. Многие верующие, составители программ, проповедей, научений, писатели разных задач ставят как истину, что эта земля будет очищена, обновлена, и тысячелетнее царство будет иметь место тут, на этой земле, которая однажды была очищена водным потопом, но зло так и осталось. Обновленное и совершенно новое. Два разных понятия. Это утверждение, учение противостоит Священному Писанию, где Господь через Своих пророков говорит довольно ясно, что «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь». Исайя 65, 17, 66, 22. Запомним, что Господь дал это пророчество через пророка Исаии за 700 лет до Христа. «И было показано в видении апостолу Иоанну сто лет после Христа. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Откровение 20, 11. Через короткое время апостол Иоанн опять говорит. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Откровение 21, 1. Но до того, как апостол Иоанн получил это свидетельство от Иисуса, через своего ангела апостол Петр пророчествует, что «день Господень придет, и тогда небеса с шумом придут, стихия же разгоревшись, разрушится, земля и все дела на ней сгорят». «Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». 2 Петра, 3 глава, с 10 по 13 стих. Какое может быть сомнение или непонимание после этих библейских свидетельств о том, что эта земля будет уничтожена полностью из-за греха, с которым наша планета впитана до предела? «Господь таким образом уничтожит навсегда грех и зло, которые являются причиной всех разрушений на протяжении почти шести тысяч лет, чтобы вся вселенная, включая новую землю, была в атмосфере всеобщего мира, любви, радости и духовного единства». Большую проблему и путаницу сделали современные реформаторы и перфекционисты библейского слова в том, как понимать, что есть душа человека. Вокруг этого вопроса сформировалась целая наука о христианской философии со многими направлениями, несправедливо поднят, на высоком уровне, место функции, как главный предмет в жизни и вечности человека, собственными силами, учения, что противоречит Божьему Слову. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие 2, 7. Святое Слово показывает ясно, что человек, моделируемый из земли, получил дыхание от Бога, энергию и силу жизни, которая привела в движение тело из земли, из глины, и человек стал душою живою. В словаре-толкователе определение душа означает сознание, ум, разум, мышление, сердце, чувство. Отсюда христианская логика убеждает, что душа – это сила, энергия, которая держит тело в движении столько времени, сколько заряжена, поддержана от источника, откуда была дана в начале. С прерыванием питания поддержка человеческого тела, жизненной энергией заканчивается. Человек умирает, и, понятно, умирая, заканчивается и дыхание. Дыхание жизни возвращается, откуда пришло. И возвратится прах в землю, чем он и был. А Дух возвратится к Богу, который дал его. Экклесиаст, 12, 7. Дух Божий создал меня, и дыханием Вседержителя дало мне жизнь. Иова, 33, 4. Все, что имело дыхание духа, жизни в ноздрях своих, на суше, умерло. Бытие, 7, 22. Или Сам, который дает всему жизнь и дыхание и все. Деяние апостолов, 17, 25. Таким образом, данные аргументы убеждают, без сомнения, что душа, дыхание жизни, сила, возвращаются после смерти человека назад, к Богу. И никто больше не может манипулировать или использовать ее. Это собственность Бога, как и все остальное. И только Господь может делать, что пожелает с тем, что принадлежит Ему. Поэтому невероятно ложная идея, что душа бессмертна и может регулировать всеми способами и средствами с тем, чтобы человек поверил в свое бессмертие путем мутаций, перехода в другое тело, формы и так далее. Все муки и все проблемы, какие имеет человек на протяжении своей жизни, имеют место из-за единственной причины. Главное, что не брал и не берет на сердце ум Слово Божье, силу, через которую сотворен Он, человек, и земля, над которой был поставлен ухаживать и даже владычествовать. Но человек издревле не послушался своего Творца, Его Слову, данному Ему, чтобы идти по правильному пути и чтобы не попадал в руки врага. Человек выбрал запретный путь, непослушание Слову Своего Господина, что означает грех, восстание и разврат. Первый грех наших предков, Адама и Евы, имел место больше из-за легкомысленного отношения, несерьезности и невнимательности к значению Святого Слова, о котором позже Господь через пророка Иеремию снова напомнит нам. Проклят, кто делает Господне дело небрежным, и проклят, кто удерживает меч Его от крови. Иеремия 48, 10. Слово Божье есть меч, и шлем спасения возьмите, и меч Духа, который есть Слово Божье. Ефесянам 6, 17, Евреям 4, 12, Откровения 2, 16 и 19, 15. Здесь Господь предупреждает нас всех, которые имеем Его меч, и не используем Его в великой борьбе между истиной и ложью, и чтобы помнили и не попадали под этим проклятием из-за компромисса со злом или нераспространением истины на всех окружающих нас людей, потому что Господь желает, чтобы никто не остался непосвященным. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые считают, то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3, 9. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофея 2, 3-4 стихи. Почему? Какая причина? Что все труднее люди понимают друг друга в здоровом, нормальном разговоре и общении. Ответ на этот вопрос, так часто звучащий сегодня, имеется опять же в слове, которое игнорируем, отрицаем, которое есть начало и жизнь, источник силы и энергии, что обеспечивает, гарантирует жизнь на земле. И когда Господь Бог сотворил человека, оставил и пищу, которую он должен использовать для того, чтобы поддерживать живой организм в хорошем состоянии, и в первую очередь, чтобы сердце, характер и мышление функционировали в неотрывной связи со своим Создателем. Порядок, условия и питание, предусмотренные для здоровой жизни, даны Господом в Священном Писании. Левит, глава 11. Левит, глава 11. К сожалению, сегодня большинство христианских церквей и конфессий, не говоря об остальных, игнорируют открыто закон, истину, десять заповедей, модификации, улучшения и даже подмены и замены. Так, например, если взять катехизис, учебник в форме вопроса-ответов Рима-католической церкви, и сопоставить текст Божьего закона, десять заповедей, который дан в Библии, можно увидеть катастрофическую и разрушительную разницу. Библия, исход 20 глава, заповеди, в сравнении с катехизисом. Библия, заповеди, первая заповедь. «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Катехизис, первая заповедь, отсутствует. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Библия, заповеди, вторая заповедь. «Не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой». Катехизис, вторая заповедь. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Библия. Третья заповедь. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Катехизис, третья заповедь. «Помни день Господа». Библия, четвертая заповедь. «Помни день субботний, чтобы светить его, а день седьмой суббота Господу Богу твоему». Катехизис, четвертая заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою». Библия, пятая заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою». Катехизис. Пятая заповедь. Не убивай. Библия. Шестая заповедь. Не убивай. Катехизис. Шестая заповедь. Не прелюбодействуй. Библия. Седьмая заповедь. Не прелюбодействуй. Катехизис. Седьмая заповедь. Не кради. Библия. Восьмая заповедь. Не кради. Катехизис, восьмая заповедь, не произноси лжи. Библия, девятая заповедь, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Катехизис, девятая заповедь, не желай жены ближнего. Библия, десятая заповедь, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего. Ничего, что у ближнего твоего. Катехизис, десятая заповедь. Не желая собственности ближнего твоего. Теперь после того, как сопоставили библейский оригинальный текст с текстом, которого сотни и тысячи лет фальсифицируется, истина Господа ясна и четко убеждена, что истинное содержание заменено, осквернено следующим образом. Первая заповедь очищена от слов «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». Вторая заповедь закона Божьего, которая категорично запрещает и предупреждает поклонение кому-либо или чему-либо, то есть изображением, статуям, памятникам, памятным доскам, иконам святых, смертным людям, великим святым отцам церкви, на учениях которых действуют церкви с неистинным верованием, заповедь, будучи не по нраву религиозным руководителям, по указанию своего высшего хозяина дьявола, была и есть удалена с корнем из закона. Третья заповедь была очищена от предупреждения Бога неуместного использования имени Его. Четвертая заповедь, которая показывает на день отдыха, посвященный Господу, для чего и кому, чье поклонение, честь и слава, принесенные в седьмой день, кто Создатель, Творец неба и земли, человека и всего вокруг, кто истинный Владыка, и что день поклонения Господу Богу вечному есть седьмой день, суббота, Богом благословенный, освящен, эта заповедь вырвана с корнем и выброшена со всем, чтобы не напоминала никому об этой фундаментальной, основательной истине и заменена воскресным днем Солнца, а позже – днем Господа. Десятая заповедь в катехизисе разделена на две части – девятой и десятой, чтобы сохранить число десяти заповедей. Почти все конфессии, к сожалению, и в том числе христианские, дошли до того, чтобы дерзнуть в утверждении, что Иисус после своего воскресения аннулировал закон, «Факт, доказанный как ложь, в анализе, проведенной выше со всеми доказанными истинами на базе Священного Писания» Исход 34.1 Матфея 5.17.18 Римлянам 2.13 Еще раз напомним все, кто хочет быть оправдан, что главное свидетельство данное Святой Библией, которое различает Божью Церковь от остальных последнего времени, от 1844 года и по сей день, и конца времени от воскресного указа, закрытия благодати, есть соблюдение Божьего закона. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса Христа. Блажены те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Город Новый Иерусалим. Откровения 14.12 и 22.14 Также запомним, что Святой Закон неизменен, вечность которого Господь закрепил через пророка Своего, ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом Моим, говорит Господь, так из месяца в месяц, и в каждую субботу будет приходить всякая плоть пред лицом Мое «На поклонение говорит Господь». Исход 66, 22-23 стихи. Субтитры создавал DimaTorzok